А на Лазурном берегу во Франции сегодня все завершается. Прямо сейчас проходит церемония награждения победителей кинофестиваля. В Каннах находится моя коллега Елена Абрамович, она с нами на связи. Лена, добрый вечер, расскажи, кто победители. Наташа, церемония награждения только-только началась и рассчитана на полтора часа, поэтому в данный момент имя победителя еще неизвестно. Результат может стать неожиданным, так как в этом году жюри, возможно, будут учитывать и гендерный аспект, оценивают творческие команды. Не зря же глава жюри Кейт Бланшет устраивала на красной дорожке феминистский митинг. Всего в основной программе три фильма женщин-режиссера. И два из них получили весьма похвальные отзывы. Это драма «Счастливый Лазар» итальянки Алича Рорвахер и «Капернаум» ливанки Надин Лабаки. Ливанская картина особенно понравилась критикам. Это история о 12-летнем мальчике, который подал в судно родителей за то, что они произвели его на свет, не имея возможности обеспечить нормальную жизнь. Ну а если отбросить гендерный фактор, то безусловным лидером и для публики, и для критиков стал фильм «Пылающий» корейца Лич Хондона. Ранее фаворитами читали картину «Лето» о Викторе Цоя, российского режиссера Кирилла Серебренникова, и польскую драму «Холодная война» Павла Павликовского. Вот такие прогнозы. Ну и напомню, что Украина в этом году не боролась за золото. Но два украинских фильма участвовали в других конкурсных программах. Фильм «Донбасс» Сергей Лазницы получил награду за лучшую режиссуру в категории «Особых взгляд». А картина «Женщина на войне» премию за лучшую музыку на неделе критики. Спасибо, Лена. Елена Абрамович, которая сейчас загорает и работает в Каннах, была с нами на связи.